Ну что дорогие друзья, всем огромный привет и добро пожаловать в новый новостной блог. Сегодня мы с вами обсудим релиз игры Atomic Heart. Также поговорим про Star Wars Jedi Survival. Закусим это все в Forza Horizon 5. Ну и на десертик оставим GTA 6. Я вам желаю приятного просмотра, но мы начинаем. Поехали! Разработчиков Atomic Heart раскритиковали за российскую карикатуру из Ну Погоди. В Atomic Heart можно смотреть фильмы из Ну Погоди. И в одном из них нашли российскую карикатуру. Речь идет об эпизоде 1978 года, где волк и заяц оказываются в музее. На пятой минуте в кадре буквально на секунду мелькает статуя представителя африканского племени, изображение которой критики на ряде западных сайтов сочли расистским. Учитывая, что статуя отображается на экране всего на пару секунд, есть вероятность, что она была добавлена по ошибке. Возможно, она также не подвергалась цензуре, поскольку действие игры происходит в альтернативном 1955 году, когда подобные образы не воспринимались как сегодня. Тем не менее, хоть сцена и короткая, шокирует то, что она каким-то образом попала в игру 2023 года. Отмечает издание PlayStation Lifestyle. Star Wars Jedi Survivor может получить русскую локализацию. Об этом рассказал голос Кэлла Кэстиса в России. Актер дубляжа Михаил Мартиянов в интервью YouTube-каналу Кеноби Одобряет сообщил, что Star Wars Jedi Survivor с большей вероятностью будет переведена и озвучена на русский язык. Мартиянов подарил свой голос главному герою Кэллу Кэстису, а сейчас, похоже, готовится к вернуться к этой роли. Актер рассказал, что в данный момент идут переговоры с некой студией звукозаписи, которая собирается заняться озвучкой сиквела. Кроме того, Мартиянов высказал свое мнение относительно ситуации с русским дубляжом в целом. Релиз игры Star Wars Jedi Survivor намечен на 28 апреля в версиях для PlayStation 5, Xbox Series X и S и ПК. Forza Horizon 5 привлекла 28 миллионов игроков на Xbox и ПК. Второе крупное дополнение для гонки анонсируют уже завтра. Forza Horizon 5 остается одним из самых популярных проектов Microsoft. В июне 2022 года число игроков превысило 20 миллионов, а сейчас достигло 28 миллионов. Рекорд был поставлен спустя полтора года. Гонка вышла 1 ноября 2021 года на Xbox One, Xbox Series X и S и ПК. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом сыграло добавление в сервис Game Pass в день релиза. Тем временем авторы готовят второе крупное дополнение. Его презентация состоится 23 февраля, то бишь сегодня. Начало трансляции запланировано на 20.00 по московскому времени. Напомним, что первое дополнение называлось Hot Wheels и было выпущено в июле 2022 года. Графический мод с улучшением текстур в Cyberpunk 2077 выйдет в марте. Модер с ником HulkHoganPL выпустил новый трейлер Cyberpunk 2077 HD Reworked Project, в котором показал переделанную работу. Релиз модификации значительно улучшающей текстуры в научно-фантастической игре CD Projekt Red намечен на 12 марта. Автор уделяет особое внимание поверхностям с низким качеством. Ожидается, что они сохранят стиль оригинала и окажут минимальный эффект на производительность. Кроме того, энтузиаст работает над графической модификацией для Ведьмака 3. Во втором квартале года HulkHoganPL планирует выпустить набор файлов с улучшенными текстурами для Next-Gen версии игры. Ожидаемую многими геймерами игру GTA 6 от компании разработчиков Rockstar Games слили с новой учеткой и раскрыли с новыми подробностями. По словам инсайдера, в лобби онлайновой части игры GTA 6 будет находиться всего 32 человека. Причем 30 это игроки и еще 2 зрители. Помимо прочего, этот пользователь также обсудил продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S, отметив, что теперь ими владеет достаточное количество людей, а значит компания Rockstar Games теперь может не бояться выпускать игру GTA 6. Он не первый, кто считает, что полноценный анонс демонстрации первого трейлера GTA 6 случится уже в этом 2023 году. При этом релиз игры GTA 6 может состояться в 2024 или в 2025 году. Что ж, ну а на этом наше видео подходит к концу. Пишите в комментариях, как вам эти новости, я надеюсь вам понравилось. Если это действительно так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а мы увидимся с вами через неделю. Всем пока!